Старый ботинок, поролон, пакеты майки и компакт-диски. Все, что понадобилось Зареченке Татьяне Федосеевой для создания новогодней игрушки. Свою работу она представила на общероссийский конкурс «Новый год в чистом дворе». По условиям состязания участники должны были сделать игрушку из бросового материала. Татьяна Ивановна решила изготовить курочку из пластиковых пакетов. Они набираются, режутся на полосочки, набираются на ниточку, стягиваются и вот так вот обматывается сам корпус этой птички, курочки. На изготовление игрушки Татьяна Ивановна потратила один вечер. На конкурсе ее работа заняла первое место. Создавать что-то красивое своими руками Татьяне Федосеевой не привыкать. Подъезд седьмого дома по улице Ахунской, где она живет, украшают картины. Впервые расписывать стены Татьяна Ивановна попробовала, когда жила по другому адресу. Тогда она купила квартиру с общей кухней и собиралась пригласить родственников на день рождения. Подъезд был весь вот обшарпанный, весь облезлый, страшный. Ну и скажут, вот всю жизнь прожила и купила квартиру в каком-то, ну в сарае. Мне как-то стыдно было. Я взяла там сначала все заштукатурила и решила вот рисунки нарисовать. Я нарисовала рисунки. Рисовать на стенах Татьяна Федосеева продолжает и на новом месте жительства. Сюжеты для одних картин придумывает сама. Идеи для других подкидывают соседи. Приносили книжки, приносили открытки. Просто заказывали нам вот на этом этаже только вот это вот. И вот и по заказу делала и все. Вместе с соседями Татьяна Ивановна украшает и благоустраивает двор. В этом году для участия в конкурсе снежной фантазии она нарядила елку. Для создания игрушек использовала ненужные компакт-диски и стаканчики из-под сметаны. Жильцы слепили снежные фигуры и даже придумали свой новогодний ритуал. Рецепт счастья, по мнению жителей дома номер 7 по улице Ахунской, прост. Достаточно подойти к вот этому очаровательному петушку, кукарекнуть погромче, загадать желание, хлопнуть три раза в ладоши и пролезть под этой аркой. Татьяна Ивановна продолжит украшать дом и территорию вокруг. В этом году она планирует оформить вход в подъезд, как дворцовые ворота.